Слышите? Прекрасно слышу. Здравствуйте, Анна. Добрый день. А наша Анна хочет вас отключить, представляете? Похоже, она вас отключила. У нас две, Анна Архи Студия и обе слушают. Все, ладно. Привет. Все, вы поставили записи, все остальное. Отлично. Всем доброе утро. Сегодня мы проведем столь долгожданную встречу с вами, что я вот прям весь волнуюсь. Не знаю, почему. Как будто в первый раз я что-то читаю про технический свет. Что-что? Хочется начать нашу встречу с фотографии, которая у нас была на заставке. И я думаю, что вы поймете, почему я ее выбрал. Я надеюсь, вам она понравилась. Именно благодаря этой фотографии вы пришли сегодня на встречу. Когда Аня, которой большое спасибо за то, что она помогает мне организовать сегодняшний наш вебинар, попросила меня предоставить для рекламы этого вебинара фотографию. Я очень долго искал. Мы чуть позже посмотрим на сайте Макролюкс. Я думаю, вы уже, может быть, даже сами посмотрели, как много там проектов, сделанных с помощью светильников этого производителя. Но именно той фотографии, которая бы отражала то, как я, именно я вижу технический свет, мне было трудно найти. В итоге мне пришлось, так скажем, скрести две фотографии из последнего каталога. В чем идея, в чем смысл? То есть здесь в каждом из пространств нет большого количества разных светильников. При этом это единый проект, как вы можете заметить. И в проекте мы используем уже разные типы. Например, для штор отраженный свет, отчасти он может быть рассеянным. Для подсветки каких-то пространств более мягкий, рассеянный. И для акцентов, например, для полочек, для этого открытого шкафа тоже идут акценты. Отчасти задний акцентный свет идет на диван, который с левой части. То есть вы здесь видите и системы, и прожектора, и встроенные светильники, и профили. И с одной стороны, вроде бы, четыре разных типа света. Типа светильников. С другой стороны, это не, так скажем, выпячивается. То есть в первую очередь вы видите диваны, шторы, шкафы, полочки, столы, стулья, ковры. И, наверное, только в последнюю очередь свет. Вот это как раз, мне кажется, правильное использование технического, функционального света. Когда он, с одной стороны, не видим, а с другой стороны, он так четко и понятно, даже по фотографиям, выполняет свою функцию. Именно дает освещение в пространстве. Здесь я сделаю небольшой перерыв, который я буду делать несколько раз, для того, чтобы предложить вам подписаться на наши каналы в YouTube, в Facebook, в Instagram. Когда вы подпишетесь на наши каналы. Если кто-то подписан, тот молодец. Вот она мне помогает показать. Значит, на Facebook это Archistudio Moscow. У нас их несколько. Достаточно будет подписаться на одном. В Instagram Archistudio, нижнее подчеркиваю, несу. На YouTube Archistudio представительства. Если можно чуть пока остановиться на YouTube. На YouTube не просто нужно подписаться, а еще и можно посмотреть различные видео. Например, мою прошлую лекцию, мой прошлый вебинар о фабрике NEMO. Он здесь есть. Если вы чуть-чуть углубитесь по видео вниз, вы увидите мое прошлое выступление с рассказом о фабрике NEMO. Так вот, вы не просто так подпишетесь, но и в конце сегодняшней лекции я вам скажу одно очень важное слово. Это будет кодовое слово. Если вы нам напишите в директ личным сообщением на Facebook, YouTube или Instagram, вы получите от меня на следующие ваши заказы по MacroLux дополнительную скидку плюс 5% до конца марта. То есть все заказы будут вам приплюсовываться дополнительная скидка плюс 5%. Итак, возвращаемся к фотографии. Что еще очень важно отметить на этой фотографии? Эта фотография сделана в темное время суток. Это очень важно. Вот прям вот это самое важное, что, наверное, я хотел сегодня рассказать. Понятно, что мы поговорим по каталогу, каким-то техническим вещам, но если вы откроете практически любой, это можно даже использовать как вам мое задание, единственное, наверное, на сегодня, откроете любой интерьерный журнал, вы увидите все интерьеры там самых лучших архитекторов, дизайнеров, декораторов. Они все сделаны в дневное время суток без использования, без включения света. Ну или иногда этот свет включен, но он не работает как свет. Он просто показан, обозначен, что этот свет включен. То есть светильник, какая-то люстра включена и все. Но основной свет используется от окон, от каких-то дверей, не знаю, чего-то еще. Может быть, кто-то даже использует вспышку. Поэтому меня эта тема давно интересует. Я, в принципе, фотографией давно занимаюсь и увлекаюсь. Так вот, я даже связался с двумя интерьерными фотографиями Москвы, которые печатаются в известнейших журналах, в печатных, в электронных, в российских, может быть, в иностранных, не знаю. И они даже оскорбляются, когда я им говорю, ну, пришлите мне ваши фотографии в вечернее время суток, но без вспышки. Они сразу говорят, мы со вспышкой не фотографируем. То есть у них даже в голове не складывается, что вечером можно сфотографировать интерьер без вспышки. То есть это у фотографов просто взгляд со стороны. Причем пыткливый такой взгляд, с одной стороны, погруженный в наш интерьерный бизнес. Так вот, они всегда фотографируют только днем и никогда не фотографируют вечером. Опять же, это такой пример, он не значит, что все интерьеры сделаны так, но мы переходим к самой лекции. То есть у нас очень мало используется технического света и еще меньше используется правильно технического света в наших интерьерах. Мы сегодня говорим только о частных интерьерах, о жилых квартирах, апартаментах, может быть, даже домах. Принцип будет примерно одинаковый в использовании технического света в этих пространствах. Так вот, даже жилые пространства, почему-то все равно очень трудно, в них трудно используется их технический свет, даже, так скажем, метрами нашего дизайнерского цеха. И здесь мы переходим, что действительно технический свет – это целый отдельный мир. Целый отдельный мир, да, сейчас мы, наверное, перейдем к каким-то примерам, в котором кто-то боится этот мир, он не хочет туда даже носа совать, продает декоративный свет и никогда не касается технического света. Кто-то, наоборот, вкусил технический свет настолько, что забыл уже о декоративной составляющей интерьеров и делает только технический свет. Я думаю, что как раз правильное использование – это сочетание технического света и декоративного, которые, в общем, по этому пути идут практически все сейчас производители. Все больше вы видите декоративных изделий у фабрик с производством технического света, и все больше каких-то технических приборов производят декоративные. Ну, или кто-то просто разделил свои фабрики на декоративный каталог и технический. И повторяю, да, в конце лекции я вам скажу кодовое слово, вы его напишите нам в директ, и после этого получите дополнительную скидку плюс 5% на все заказы до конца марта. Итак, переходим к каталогу. Вот так у нас выглядит каталог-прайс 2018 года. И сейчас самое, наверное, важное заявление из всей лекции, что в 2019 году не будет обновления каталога. Мы будем работать по каталогу 2018 года. Фабрика обновляет каталог после франкфуртской выставки, как это произошло в 2018 году. Но прайс в 2019 году изменился. Он является прайсом 2018 года плюс 5%. Итак, прайс 2019 года – это прайс 2018 плюс 5%. Итак, мы переходим к каталогу и немножко посмотрим. Мы пропустим многие вещи, остановимся только на важных деталях. Понятно, что есть оглавление, оно разделено по типам светильников. Но самое важное, наверное, что можно отметить в составлении этого каталога 2018 года – фабрика сделала такую ознакомительную часть. Это практически как совмещение какой-то такой брошюры о фабрике плюс каталог. Здесь как раз фабрика рассказывает, что они сделали три совершенно новых по принципу прожектора. Один из них специализируется на ритейле, то есть сделан специально для ритейла. Вы видите, фабрика спрятала коробочку с трансформатором внутрь. То есть фабрика стремится быть на передовой. Но, опять же, самое важное, что нужно говорить про макролюкс – это качество света. То есть без потери качества света, всех составляющих качества света. Понятно, что здесь и цитопередача, и стабильность цитодиодов, и на протяжении долгого срока службы и отсутствие какой-либо пульсации. То есть все эти характеристики соблюдены, несмотря на то, что теперь у нас вот эти части с блоком питания внешне отсутствуют. И фабрика очень долго готовила этот прожектор. Мы о нем слышали в первый раз еще в начале 2017 года. По факту он сейчас появился у нас на складе только в апреле-мая 2018. Но уже так хорошо зарекомендовал себя именно в общественных проектах, потому что он очень мощный. Два цвета – белый, черный. Различные фильтры. Второй и третий прожектора – это все-таки уже прожектора как раз по нашей теме сегодняшней. Для жилых пространств. Коллекция Торч и Мико, они есть, доступны к использованию для магнитных треков, которые мы тоже проговорим. Также как автономные светильники, например, как коллекция Торч, которая насчитывает сейчас 9 отдельных типов светильников. То есть это такой флагман и новинка, наверное, главная, конца 2017 года, начало 2018 года, фабрика рассказывает, какие светодиоды используют, в каком количестве. Опять же, здесь вы видите и Самсунги, и Бриджи Люксы, и Панасоники. И фабрика как раз не отдает предпочтение одному из производителей светодиодов, а для каждого своего светильника в зависимости от задачи, от требований к светодиоду используют те или иные светодиоды. И вы видите примерное распределение по этим светодиодам, по этим производителям. Сразу еще добавлю, что фабрика не производит светодиоды и блоки питания. Все остальное фабрика производит на собственных мощностях. Все производится в Италии, есть сертификаты, стопроцентно сделаны в Италии. Это очень важно, особенно для некоторых, очень, так скажем, требовательных наших частных заказчиков. Я думаю, что это тоже стоит отметить. Большие производственные мощности, то есть фабрика полностью конструирует, придумывает, отливает, красит, собирает все части своих светильников. В итоге мы получаем готовый продукт, сделанный 100% в Италии. Различная еще информация, как раз отражающая то, что фабрика открыта к общению, к общению с своими дилерами. Фабрика не работает с частными лицами, работает только через дилеров. Соответственно, мы на территории России и СНГ, в принципе, и Балтии тоже, помогаем нашим дилерам работать с фабрикой, как им удобно, напрямую, с нашей помощью, с нашей подсказкой, оказывая техническую информационную поддержку. Здесь, на 20-й странице, мы приходим к такому заголовку, в котором есть слово «революция», антология, сейчас я вам покажу, как это выглядит на сайте. То есть фабрика стремится к тому, чтобы облегчить работу дилерам, насколько это возможно. Вот здесь я специально подготовил уже открытую страницу. То есть здесь есть несколько типов информации от общей, от какого-то планирования, взаимодействия дилера и фабрики. Я сейчас вам открыл страницу дилерскую, ну, в данном случае представительскую мою. И здесь мы можем посмотреть наличие того или иного светильника на складе фабрики. Здесь использованы блоки питания, показаны различные. Например, мы перейдем к прожекторам. Сейчас у нас подгрузится. И вот здесь очень важно заметить, что вы видите количество на стоке, отгрузка в течение 48 часов. И вот таких светильников, ну, то, что я уже заявил про рейси, что они есть у нас на складе, все три типа по углу света 15 градусов, 24 и 38 в белом цвете, также в черном, ну, вот черненький тут раскупили немножко. И, соответственно, белый вы можете заказать в течение, там, 48 часов после оплаты и отгрузить. Это информация в режиме онлайн. То есть, когда вы будете дилером, вы эту информацию будете иметь. Если вы не хотите этим заниматься, вы можете в любой момент позвонить мне. Я открываю, может быть, прямо в течение даже звонка и посмотрю, тот или иной светильник, есть ли он в наличии и можно ли мы его отгрузить достаточно быстро. Есть, помимо вот этой информации, сколько штук в наличии. Сейчас я пытаюсь найти. Ну, тут мы видим прожектора, прожектора, прожектора. Да, допустим, сейчас посмотрим встроенные светильники. Встроенные светильники. Вот пример, да, 24 штуки на стоке, готовность отгрузки в течение 48 часов. При этом еще 50 штук они изготавливают, что тоже будет доступно, например, в течение, там, в среднем двух недель. То есть фабрика достаточно много поддерживает на складе продукции. Именно своей ходовой они знают, что больше используется в проектах и таким образом поддерживают продукцию на складе. Это касается и накладных светильников, которые отчасти можно назвать и полудекоративными, да, например, с акцентным светом. Причем вот эти бочечки самые, казалось бы, простые. Они имеют опцию поворачиваемости, они есть круглые, квадратные. И так вернемся к нашему каталогу. То есть фабрика максимально открыта к работе с дилерами, но мы себя в обязанности снимаем. Готовы всегда помочь все это рассказать, показать. То есть вот такой продвинутый, да, можно сказать, пользователь нашей фабрики Макролюкс и в сфере каких-то гаджетов, приложений. Еще одна новинка – это магнитный трек. Действительно, мы знаем магнитные треки уже достаточно давно у других производителей. Наверное, первые магнитные треки сделали фабрика Эден, потом большой вклад внесла фабрика Флосс. Сейчас же на выставке во Франкфурте было очень много представлено магнитных треков. То есть это треки, к которым крепятся прожектора или какие-то другие светильники, светодиодные рассеянные модули. И с помощью магнита, то есть мы не используем ни отвертку, ни какие-то дополнительные крепежи. Просто подносим светильник к треку, и он с характерным щелчком просто защелкивается. И вот с 2017 года у фабрики Макролюкс велась непосредственно работа над этим. И в прошлом году уже фабрика ввела в серийное производство треки, для которых как раз мы видели прожектора Торч и Мико. Они есть накладные, они есть врезные. И это вкратце такая общая информация. Сейчас мы переходим к новинкам 2018 года, которые фабрика представила сразу после выставки во Франкфурте. Про рейси мы уже поговорили, здесь мы только видим дополнительно еще 4 фильтра, смягчающие, рассекающие или волвошер, которые позволяют использовать один и тот же прожектор с 5 разными способами. Следующая модель, это тоже такой на ухалу, может быть, франкфуртской выставки последний такой тренд. Это прожектора со сменным углом света. То есть мы можем сами один и тот же прожектор делать угол света от 25 градусов до 60. И вы видите просто примеры одного и того же прожектора на черном экране, вот эти вот. И примера 20 градусов луч, 25 градусов средний, порядка 40 и 60. Это мы добиваемся с помощью одного прожектора, просто легким поворачиванием линз. То есть, опять же, мы говорим о том, что технический свет все больше и больше движется вперед. И это касается не только разработки светодиодов или управления света, но и каких-то вот таких дополнительных инноваций, как магнитные треки, сменная оптика. Причем она не сменная, как раньше была, мы можем поменять линзы. Сначала они были цветные, а именно просто с помощью поворота мы меняем, регулируемый угол света. И еще один прожектор, один из трех главных новинок по прожекторам. Может быть, немножко общественным, но в частных галереях тоже это используется. И я бы даже сказал, чаще используется именно в частных галереях, потому что доступность у общественных галерей не всегда есть по цене. Это не очень, так скажем, бюджетный вариант прожектора, но они того стоят. И здесь мы тоже видим, как работает луч света. То есть с помощью вот этих четырех ламелей мы можем задавать различные формы освещения. То есть это в первую очередь, конечно, для картины или для каких-то предметов искусства, когда нам нужно выделить. Не обязательно свет на стене, а весь остальной должен быть приглушен. Не обязательно должна быть черная стена. Но именно выявить очень корректно, причем выявить по рамке, например, какой-то из картин или какой-то объект, как раз помогают вот эти вот наши настройки, ламели. И здесь, опять же, уже используется, как модель и фокус, еще более усовершенствование. Система линз, можно сказать, и можно ее сравнить уже с профессиональной оптикой от фотоаппаратов. Таким образом мы регулируем луч света не только по ширине, но и по форме. Вот до чего дошел наш технический прогресс. Ну и, наверное, самая популярная и уже наиболее по количеству штук заказываемая модель МИКО. Это такой вот малыш. Очень небольшой светильник, при этом очень, мне кажется, с разумной мощностью, с разумным световым потоком именно для домашнего использования. Он может быть использован, как на магнитном треке сверху, вы видите, он так и называется, МИКО 48 Вольт. А также может использоваться на нашем стандартном евротреке МИКО 230 Вольт. То есть здесь идет уже обратная история, обратное движение. Сначала прожектора с обычных евротреков перекочевали у нас на магнитные. Сейчас была придумана идея МИКО для магнитного вот этого трека, но настолько он стал популярным, этот наш малыш, что придумали адаптер для стандартного трехфазного евротрека. И сейчас его дозаказывают уже в готовые какие-то композиции или на нем делают новые проекты. Но действительно сейчас вот эта модель очень популярна. Вы видите, насколько он аккуратен в дизайне, выполнен очень лаконично. Сверху вы видите все нужные отверстия технологические для всевозможных отводов тепла. То есть со всеми, опять же, сохранениями того качества света, который всегда заявлен у фабрики Макролюкс. Также вы видите здесь 4 луча света, 14, 25, 35 шире. В общем, наверное, не нужно для такой мощности. Индекс этой передачи более 90. То есть все, как мы любим, качественный свет. Один момент только хочется сказать, чтобы вы сразу себе отметили. Этот светильник в белом цвете, он все равно будет иметь внутреннее черное кольцо. Многие дизайнеры об этом сокрушаются, даже некоторые. Некоторые не понимают, как это так. Но что хочется еще раз повторить. Фабрика Макролюкс очень щепетильно, я бы сказал, относятся к своим светильникам. И они понимают, чтобы не было дополнительных бликов, не нужной какой-то засветки, они специально делают вот это внутреннее кольцо, вот этот внутренний, почти можно сказать, фильтр черным. Именно поэтому этот светильник является таким комфортным, каким является. И даже на черной фотографии, вот этой вот фотографии сверху слева, нам кажется, что там внутри что-то белое. Нет, это просто свет так заливает часть отражателя, и нам просто кажется, что там белая внутренняя часть. Нет, то есть целиком черный он может быть, или белый, но с внутренним кольцом черным и с обратной частью тоже черный. Это вот такое пояснение, потому что я почти уверен, что многие из вас уже захотели, даже видят некоторые пространства, куда они хотели бы применить этот прожектор. Ну, действительно, фабрика долго их изготавливала, его и рейси, как раз получилась такая отличная идея в двух размерах, в двух мощностях. Торч здесь Т8, это один из девяти светильников, которые есть в коллекции Торч. По цифре вы понимаете, что это восьмой. Вот он как раз для магнитного трека. Здесь одно отличие, он может быть 180 по длине миллиметров, или 130, сам вот этот цилиндр. И у него вы также увидите внутреннее кольцо или черное, или здесь еще есть вариант золотистое. Белого тоже кольца быть не может. Здесь как раз справа вы видите золотистое кольцо. Мы прошли очередную главу нашего каталога, и я вам еще раз хочу предложить подписаться на наш инстаграм, фейсбук и ютюб, и в конце вебинара я вам скажу кодовое слово, которое вы нам напишите в директ, и после этого получите дополнительный плюс 5% скидку на все ваши следующие заказы до конца марта. Анна вот мне очень хорошо показывает, подсказывает, помогает, как, что и где вам нужно подписаться. Если вдруг у кого-то нет нашего каталога, ну, вот так случайно получилось, вы можете зайти... Так, это мы у нас опять на инстаграме. Да-да-да. Вы можете зайти на сайт архистудии, архистудия.су, зайти в каталоге, нет, извините, зайти в фабрики, выбрать фабрику Макролюкс. Только Макролюкс. И здесь вы увидите электронные каталоги. Понятно, что здесь же вам подсказка, ссылка на сайт. Также здесь вы найдете разделенный на три части каталог, просто целиком нам сайт не помогает, не позволяет разместить этот каталог. И в конце вы еще можете посмотреть с шоурум, видео наше из шоурума в Милане фабрики Макролюкс. Кто-то там был, кто-то нет, но это не страшно. Значит, раз мы уже чуть-чуть отвлеклись, на сайте именно Макролюксом вы можете увидеть, так скажем, достижения, а где-то, может быть, и посмотреть или подсмотреть какие-то идеи. Возможно, вы не знали тот или иной светильник, как можно использовать в том или ином пространстве. Здесь очень большая галерея проектов, я их не буду вам открывать. Я надеюсь, вам будет интересно, и вы увидите, как фабрика так или иначе использует и дизайнеры, архитекторы, ведущие, итальянские, мировые, используют светильники Макролюкс. Вы увидите очень много шоурумов, таких как Беккемберс или Порш, или Карло Пазолини, или там, прости господи, Полиформ. Надеюсь, меня никто не слышит из архествудии. Но не об этом, да, речь. Тут понятно, что они примерно реализованы одинаково. Но, например, вот музей археологии обязательно изучите, насколько там очень такой... Очень... Ну ладно, ладно, покажу. Ваш бы интернет еще чуть ускорить. Так вот, насколько здесь яркий, но очень точечный, с узким лучом акцентный свет. Так. И сейчас, где же эта фотография? Вот вы видите справа сейчас, да и слева, это музей археологии. И вот этот вот как раз контрастный, практически вертикальный свет, он еще усиливает вот это восприятие старины, вот этих вот следов, можно сказать, времени, да, на этих предметах, на этих экспонатах. То есть здесь не просто, да, сделан какой-то акцентный свет, чтобы выявить, чтобы это было поярче, а именно вертикальная засветка, которая увеличивает тени, и еще больше дает, вот этот, показывает след времени. Как раз если в противоположность, то такой свет никогда не нужно использовать над зеркалом, особенно над зеркалом девушки или женщины, которая, не дай бог, увидит при таком свете какую-то зарождающуюся морщинку. То есть над зеркалом, естественно, нам нужно использовать совсем другой свет, например, рассеянный, который мы видели в соседнем проекте, вот такой вот офисный вариант. И здесь вы видите, да, насколько равномерно, такое ровное, плавное, все сконцентрировано только на работе, свет не отвлекает, ровные линии, кое-где только используется акцентный свет, но, опять же, этот свет используется акцентный, вы видите, над креслом, над диваном. Это зоны ожидания людей, которые пришли в этот офис. Это, так скажем, так мы отделяем своих от чужих с помощью света. То есть это действительно очень такой интересный проект. И здесь вот эта люстра над основной переговорной зоной, она содержит три типа света. Если вы сейчас обратите внимание на потолок, вы увидите яркую засветку на потолке. Этот свет идет от профиля сверху, там использован светодиодный модуль, и мы можем использовать только приглушенный, отраженный свет от потолка. Если нам надо поярче, мы включаем еще внизу вот этот светодиодный модуль с рассеивателем, получаем отраженный потолок свет и мягкий рассеянный. И это нам может позволять проводить в этом пространстве достаточно долгие переговоры. Если же нам нужно сделать какой-то такой мозговой штурм или еще хуже отчитать каких-то подопечных, мы включаем еще акценты. Акцентный свет вы видите. И тогда у нас такой, особенно те люди, которые сидят во главе стола, на них вот такой, опять же, акцент на яркий свет, они становятся такими, в общем, сразу понятно, кто главарь в этой комнате. И, опять же, да, почему я об этом так подробно говорю? Вот, кстати, эта люстра, вид сбоку, вы видите, сейчас свет как раз струящийся на потолок. Или, казалось бы, обычная лестница. Но и здесь сделан такой специальный профиль в виде ниши. Черная ниша, из которой выходят прожектора. И эта ниша еще является как направляющей, да, с таким прерывистым светом, таким пунктирным, который нам отчасти дает пинок под зад, чтобы мы быстрее выбежали по этой лестнице и от кабинета к кабинету не теряли времени. То есть, казалось бы, такие простые решения, но где-то на подсознании, а где-то в прямой они работают прямо как инструмент воздействия на человека. И с этим, конечно, очень важно и нужно уметь работать. И используя не просто тот или иной светильник для определенной освещенности, чтобы нам добиться, чтобы все нам было красиво, светло, хорошо, но и для того, чтобы это было правильно. Это правильно считалось нашим подсознанием, это правильно работало на наше подсознание, на наши биоритмы. И недаром сейчас очень популярна в Европе работа отдельно. Отдельно есть компании, которые приглашают на первые встречи, а иногда и в течение проекта работают с психологами. То есть светодизайнеры приглашают заказчиков, приглашают дизайнера проекта или архитектора и приглашают именно психолога, который выявляет потребности заказчика, который, может быть, не очень может довериться просто какому-то световику. И именно поэтому я, так как я тоже делаю эти проекты, я делаю расчеты и по освещенности, и рекомендую по типу света. И я рекомендую тот или иной светильник использовать в контексте общего пространства. Поэтому я тоже очень часто задаю вопросы. Иногда настолько много, что многие даже начинают обижаться, но потом, когда они уже видят результат, они тогда, может быть, понимают кто-то раньше, что эти вопросы не какое-то мое любопытство. Нет, я и так все знаю с этими вопросами, мне все понятно. А тут вопрос в том, что мне хочется действительно в каждом проекте сделать то, что нужно заказчику. И вы видите, да, большое количество проектов, но при этом они же все-все разные. Они, может быть, где-то похожие, где-то принципиально разные. Но действительно в каждом проекте выявлена сначала была задача, а потом она была качественно реализована. И мы к этому все вместе будем стремиться. Поэтому если у вас после нашей лекции останутся вопросы, вы можете их задать в чате. Если будут такие вопросы, на которые я сегодня не смогу ответить, я надеюсь, вы знаете, как меня найти. В крайнем случае, вы можете зайти на сайт Архистудии там увидеть почту, там увидеть телефон и написать мне или позвонить. Если у вас есть проект, сразу выслать или схему какую-то или что-то и сказать, Александр, вот такие-то вопросы, вот давайте предметно их разберем. Предметно мне даже интереснее, скажу честно. Я думаю, что сегодня я не буду какие-то расчеты вам показывать, чтобы, ну, кому-то я сделал и сделал. Но поверьте, да, то есть для каждого пространства мы выберем тот или иной светильник, мы проверим необходимое количество их по освещенности, по типу распределения света, по задачам, и наши заказчики будут довольны, а мы, соответственно, будем довольны, потому что наши заказчики будут нас с вами рекомендовать, вас как дизайнеров, дилеров, архитекторов, а нас как фабрику Макролюк, потому что, ну, действительно, это та фабрика, которую не стыдно рекомендовать, не стыдно показывать. И, ну, если говорить про частные дома, естественно, у нас есть и дома, и квартиры в центре Москвы, и за городом, и в регионах, и сейчас у нас, если Хабаровск нас слушает, там будет большой шоурум с элитной мебелью, который будет весь освещен фабрикой Макролюкс, и многие производители одежды, аксессуаров, белья прямо прописывают фабрику Макролюкс в своих брендбуках, потому что они видят именно ту возможность по ту возможность по качеству, по функционалу и именно по качеству света, которая позволяет улучшить продажи того или иного бренда по 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 своему бренду. Можно отключить звук вот тут? И дальше продолжим серия Торч. Здесь мы видим пример, как фабрика, то, что мы говорили, декоративный свет, все больше стремится в технический, технически все больше в декоративный, но не в том смысле, что технический свет становится, производит какие-то шарики, которые сейчас производят все декоративщики или стал производить люстры, а в том, что все больше и больше появляются серии не только разный угол света, разный цвет отделки, но и по типу светильника. И вот здесь мы видим серия Торч, начиная от цифры 0 до 9, вы видите встроенные светильники в уровень потолка, выступающие на 3 см, выступающие на 15-25 см, подвесные светильники, у которых, опять же, обратите внимание, есть опция крепления, как накладной светильник, как врезной светильник, но нам тогда надо спрятать драйвер, или как подвесной светильник для магнитного трека. Это все только четвертый номер, да, наш. Вот так выглядит аккуратно врезные светильнички с врезным основанием. серия Т5. Здесь как раз у нас возник вопрос по гардеробной, рекомендации по гардеробной. То ли мне в этот момент задали этот вопрос, то ли это, опять же, некое проведение. Например, модель Т5. Почему я бы ее рекомендовал для гардеробной? Но перед тем, как работать с гардеробной, самый, наверное, первый вопрос, который мы задаем, есть ли внутренняя подсветка у шкафов? Как только мы понимаем, что ее нет, мы сразу говорим заказчику, что светильник должен быть поворотный. Иначе просто будет нас ожидать некий провал. Если внутренняя подсветка есть, то, в принципе, и она качественная. Мы знаем, что там производитель шкафов какера, например, с подсветкой. Кстати, про шкафы какера в четверг будет следующий у нас вебинар. Тем, кому это интересно, подключайтесь уже буквально послезавтра. Будет лекция по какера. Так вот, если есть подсветка, нам не обязательно делать освещение этих шкафов. Если ее нет, я вам настоятельно рекомендую это делать, потому что гардеробные в 95% не имеют окон. А даже если имеют, то зимой обычно люди собираются или вечером складывают вещи уже, когда за окном темно. Поэтому общая освещенность очень нужна. При этом в гардеробные никогда не делаются накладные светильники, практически, опять же, в 95%, потому что сейчас модно и красиво и это действительно элегантно, когда шкафы имеют свои дверцы до потолка. Поэтому серия торч, вот эта, мы ее используем, только если у нас модель шкафа все-таки дверцами не до потолка. если же у нас шкафы до потолка, мы используем поворотный светильник, лучше всего безрамочный, потому что тогда у него, даже если мы его поворачиваем, он практически не выступает ниже уровня потолка. И вот как раз с помощью встроенных поворотных светильников делаем освещение гардеробное. Часть из этих светильников встроенных будет использована для подсветки самих шкафов, часть для освещения самого пространства. Если у нас есть зеркало в гардеробной или если шкафы есть зеркало, это немножко меняет историю. Если одно зеркало, мы можем над зеркалом сделать рассеянный свет, если же вся гардеробная зеркальная, бывают такие модницы, я рекомендую использовать профиль рассеянного света для всей гардеробной. Очень важно это отметить, потому что если будет много зеркал и много прожекторов, человек начнет уставать. Во-первых, во-вторых, мы уже проговорили немножко о том, что достаточно контрастный, акцентный свет у нас очень контрастный, дает тени на лицо и особенно девушкам это не нравится. Если у нас мы знаем, что это мужчина и такой ну мужчина-мужчина в том смысле брутальный и все такое, ему некоторые тени может быть даже и пойдут. Здесь немножко оговорив это заранее, можно оставить даже над зеркалом для него стройку, но посветить с двух сторон. Подсветить с двух сторон. Потому что слушаюсь уже. Ну, счетчики да, Что сказать? Да, мы кому-то выключили звук, извините, чтобы остальные не слушали. И продолжим. Давайте мы закончим серию вот эту торч и что в общем переводится как факел, это такая современная версия факела. Кстати, про факел. Все больше и больше и декоративном, и в техническом свете идет персонализация светильника, не света, а именно светильника. И все меньше и меньше таких общественных так скажем светильников, о чем я сейчас говорю. То есть наше классическое освещение, как раньше происходило, обычный какой-то обеденный стол или в гостиной, неважно, над ним висит люстра. Что сейчас производители итальянские, в большей степени американские, конечно, в меньшей, предлагают. Предлагают композицию из каких-то подвесных отдельных светильников или модулей. Некоторые даже говорят о том, что вот у вас восемь стульев за столом, возьмите восемь подвесов, они не обязательно должны быть одинаковые, ни по размеру, ни по цвету, ни по форме, они могут быть все разные, но при этом их должно быть восемь, и таким образом мы создаем как будто бы некую восьмирожковую люстру, но при этом в подсознании это уже восемь отдельных светильников каждому что называется свой. И вот здесь та же история про, если мы говорим про технический свет, про каждому где-то с какой-то стороны кровать или еще где-то над каждой дверкой шкафчика используется свой светильник. Та же история прослеживается в декоративных светильниках, которые сейчас стали использоваться на магнитах в наших фабриках декоративных, это тоже есть и у Немо, и у Тарди, например. То есть светильник как факел в пещере светильник каждый человек зажег и пошел. И вот здесь как раз не просто так это название, вот этот факел персонально для каждой задачи, для каждого предмета мы используем тот или иной светильник торч. И вот здесь вот это новое прочтение профильных систем, профилей обычных алюминиевых, которые обычно раньше были с простым рассеивателем, некие наши линии непрерывного рассеивателя, которые были накладные или врезные, сейчас мы можем в наш стандартный профиль М45, неважно он накладной или врезной, добавить еще и вот этот прожектор, то есть совместить акцентный свет и рассеянный. Таким образом вы видите сочетание вот этого двух типов света. Также модель Т6 он может быть не только врезной торч, но и накладной, он может быть настенный, то есть вы видите, да, это мы все в одном разделе торч, то есть немногие декоративные коллекции имеют такое большое такое большое как сказать оснащение до количества разных типов. И переходим к следующему вопросу в детской нужен ли технический свет? Ну конечно же нужен. Здесь я сейчас затрону очень тонкую материю, очень тонкую. Со мной многие даже светорики не согласны. Я даже перед тем как это озвучить извините немножко хлебну воды. извините еще раз. Так вот очевидно, что все современные проекты, все современные заказчики хотят делать на светодиодах. Декоративный свет, особенно те светильники, которые имеют сменные лампочки, например стандартный цоколь G9, E14, E27, они не имеют трансформатора. Да, к ним есть сменные светодиодные лампочки, но светодиодные лампочки, не имеющие трансформатора, имеют пульсацию, практически повторяющую пульсацию, которая есть у нас в нашей розетке, в нашей сети, 220 вольт, для кого не секрет, там 50 Гц. Так вот это мерцание с некоторыми лампочками светодиодными может достигать критических размеров. Такие лампочки запрещены в офисах, просто такие светильники не пройдут испытаний при вводе в эксплуатацию объекта, потому что есть специальные приборы, пульсометры, которые просто не пропустят такие приборы в эксплуатацию в офисах. А почему мы должны считать, что наш ребенок хуже среднестатистического сотрудника офиса. А если мы еще обратим внимание на то, что наш ребенок достаточно маленький, с неокрепшим и роговицей, но вообще со всем механизмом не сформировавшимся зрения, со всей физиологией не сформировавшейся, для него это еще более критично, все вот эти отклонения от качественного света. То есть насколько качественен природный свет, который нам поступает из окна, мы должны максимально возможно повторять его искусственным светом. Я, опять же, для детей наверное все-таки хотел бы свести к минимуму акцентный свет к минимуму, но полностью не отказываться. Скажу почему. Потому что если мы используем в пространстве только рассеянный свет, а если еще рассеянный и отраженный, то у нас пространство получается достаточно однородным. Да, там будут яркие игрушки, картинки, может быть какие-то постеры, это одно. Но ребенок, его глаза в стадии формирования должны иметь все равно какую-то нагрузку. Не зря используются различные упражнения для глаз, для детей с хорошим зрением, с ослабленным зрением. Так вот, один, два каких-то наверное акцента именно с акцентным светом, неважно это будет прожектор или это будет встроенный светильник, я бы использовал. Возможно в той зоне, где ребенок проводит наименьшее количество времени, наименьшее. То есть например, какой-то может быть даже шкафчик, может быть какая-то тумбочка, то есть там, где он не сидит, не находится, он подошел, взял игрушку или книжку или какие-то свои предметы и отошел в другую зону. Вот как раз в той зоне более яркой, может быть даже не по насыщенности света, не по освещенности, а по контрастности. Я бы рекомендовал использовать, но всю остальную зону, особенно там, где ребенок играет, там, особенно если это ребенок уже ученик, ну или может быть такой усидчивый ребенок уже с детского сада, имеет рабочий стол, может быть что-то раскрашивает, лепит из пластилина и так далее, то в этих зонах конечно же нужно использовать рассеянный свет. Сделать все как в гостиной, что допускается в гостиной, один акцентный свет по всему периметру или вообще без люстр, везде встроенный свет, я в принципе ничего против этого не имею, но так делать в детской я очень не рекомендую. Все-таки нужен рассеянный свет, неважно это будут какие-то профили технические или это будет люстра с какими-то абажурами, то есть любой абажур неважно тканевый, пластиковый, стеклянный, это уже диффузор, то есть это рассеянный свет, но опять же если все-таки мы хотим использовать люстру, я очень рекомендую заказчикам, если это стандартный какой-то цоколь, использовать лампу накаливания или же даже использовать галогенку, если это G9, но не использовать сменные светодиодные лампочки хотя бы в детской, ну вот то, что невидимо в течение первых получаса может повлиять через несколько дней, особенно через полгода и на ребенка, и на взрослого в принципе так же, поэтому вот это очень важно не только для детской, но и для всех других пространств, если какие-то остались у вас вопросы по этой теме, она очень такая важная, при этом очень тонкая, действительно, иногда мы делаем просто люстру, а дальше заказчик что поставит, то и поставит, ну я имею ввиду лампочки, здесь желательно с ним об этом проговорить, все-таки мы, наверное, отчасти и за своих заказчиков имеем какую-то ответственность, за их комфорт, не только как ему комфортно сидеть в кресле или в диване или в рабочем стуле, но и какой свет у него есть, рабочая лампа, да, я за столом, если ученик, я ее, естественно, рекомендую, она может быть поворотная, ее можно направлять на стену, можно напрямую на поверхность стола, в зависимости от задачи, ну то есть мне тоже здесь кажется все достаточно просто, понятно, если она будет галогенной, ничего страшного, да, если возник вдруг вопрос, а как же мы будем сочетать встроенный, например, рассеянный свет или акцентный свет на наших светодиодах с люстрой, в которой галоген, я скажу, что мы очень замечательно будем это сочетать, и у меня также была лекция по осени на московской салоне, там, в разделе Индекор, там я как раз доказывал, да, с помощью даже диаграмм, что если мы сочетаем качественный светодиодный свет с галогеном или лампой накаливания, мы максимально приближаемся к природному естественному свету, именно как раз благодаря разным источникам света, но с одним таким, наверное, все-таки уточнением, что и там, и там мы все-таки используем 3000 кельвин. Есть вопрос еще один, есть ли у Макролюкс для влажных помещений бассейн, ванная и также проуличные, профасадные. Макролюкс в первую очередь, конечно, специализируется на внутреннем свете, на так называемом индоре. Здесь мы можем наверное сразу-таки перелистнуть на эту коллекцию, на уличную. Она небольшая, сразу скажу, она небольшая, но именно для частных каких-то пространств, для частных домов, даже для фасадов этого в принципе достаточно. То есть есть светильники для вдоль дорожек, есть светильники например вот такие настенные, они идут отдельно, вы видите уже здесь дополнительные монтажные боксы, они могут быть белыми, с белым светом они могут быть РЖБ, то есть это вдоль дорожек, вдоль стен, какая-то такая подсветка, так скажем навигация. Они могут быть также использованы и в домашнем пространстве, но у них есть уличная защита. Есть варианты для потолочного крепления, вот такие как серия мат, они могут быть со встроенным светодиодом, они могут быть на стандартный цоколь GU10, есть фасадные светильники для настенного крепления. Ну в общем не так много, если говорить честно, но опять же фабрика наверное на этом не то чтобы не специализируется, она именно делает светильники, я даже не знаю как это правильно сказать, наиболее распространенные в их понимании, то есть внутрь бассейна, сразу скажу, мы не найдем светильники, хотя вот в данном случае IP67 это более чем влагозащищенный светильник, но именно внутрь бассейна нет, потому что фабрика считает, что для бассейна вам может порекомендовать тот производитель, кто вам будет делать бассейн, если говорить просто для ванной комнаты, для ванной комнаты я использую стандартные светильники Макролюкс, у них у всех есть защитный фильтр, если не в ванной, а именно в душевой, то есть одна коллекция защит IP44, они тоже есть у Макролюкса, это серия Складрон, квадратные светильники, у них уже есть защитное матовое стекло, которое полностью изолирует светильник от брызг, вот Анна тут мне подсказывает, что есть проект даже для бассейна, да, действительно есть проект для бассейна, есть закрытые профили, которые можно использовать, в них используется светодиодная лента защита IP или светодиодные модули, которые легко выдерживают нагрузку влаги в бассейне, в бассейной зоне, не внутри бассейна, еще раз повторюсь, то есть для бассейна, для стен, для потолка это все у нас есть, а внутрь бассейна у нас светильников нет, ну, это отдельная история, действительно, внутрь бассейна, я думаю, вы сможете найти светильники несколько, да, проектов, пожалуйста, опять же, повторюсь, потому что все светильники у Макролюкс имеют защитный диффузер, вы никогда не увидите светодиод открытым, то есть даже если нужно максимальную светоотдачу, например, в таких коллекциях, R50 или RF50 или RF70, там все равно будет матовое стекло, защищающее светильник, светодиод и все внутренности от попадания влаги. Да, Анна показывает, что есть и декоративная часть света, они действительно производят, но под проекты, потому что из основного каталога фабрика вывела сейчас эти модели, но они могут их произвести под проекты. Вот такой вот интересный настольный светильник, у которого не вот эти коленцы поворачиваются, как обычно, а у него центральная ось поворачивается, и вы можете повернуть светильник, не сдвигая основание влево или вправо, соответственно, подчеркивая вот эту идею, что каждая фабрика сейчас стремится сделать целиком проект, не важно, декоративная она и добавляет туда технический свет, опять же, далеко не надо ходить фабрика Немо наша, или Макролюкс, который делает технический свет, но при необходимости делает какие-то декоративные вещи, у них есть другие настольные лампы, есть подвесы, есть торшеры, торшеры популярны в принципе в Европе, в России не так много, но обращайте внимание, что у нас торшеров очень много и в Немо, и в Контарде, то есть наши фабрики очень много работают над этим предметом, потому что действительно торшер очень такая популярная вещь и универсальная, если с точки зрения вдруг кто-то из нас, да, или может быть по какой-то скупости было куплено недостаточное количество светильников и света оказалось где-то немного, всегда можно докупить торшер, подключить его в розетку, при необходимости передвинуть торшеры, у нас что-то с интернетом, ну, в общем, торшеры есть, в любом случае мы сможем вам их предложить, даже если они будут не макролюкс, с больше декоративным наполнением, с больше техническим, например, как последние коллекции у Контарди, почему макролюкс а не другой бренд? Ну, у вас уже такие вопросы начали появляться, которые, наверное, может быть, я надеюсь, отпали бы, если бы мы прошли чуть больше по каталогу. Давайте вернемся к той части, мы хотя бы пройдем новинки, да, потому что мы даже новинки 2018 года не прошли, что-то меня тут опять перебивают, потому что, потому что, каталог, мы вернулись к каталогу, почему макролюкс? Если мы говорим про уличный свет, про фасадный для улицы, городов, мне трудно будет вас убедить в том, чтобы вы купили макролюкс, честно, но не зря мы сегодня сразу проговорили, что мы работаем сегодня, по крайней мере, над жилыми частными пространствами. Для них у фабрики макролюкс, как мне кажется, есть все и даже то, что нет у многих других. Например, вот это наша магнитная серия, наши магнитные треки, для которых у нас есть прожектора Мико, есть прожектора торч, они есть в нескольких типах, даже не видах, а именно типах. То есть, понятно, что они есть накладные, понятно, что они есть врезные, у них понятно, что я вам могу подсказать, помочь подобрать тот или иной подвод питания, или же соединитель угловой линейной заглушки. Кстати, давайте я вам еще кое-что покажу. нам нужно вернуться на сайт фабрики и зайти в конфигуратор. Если ваш путливый ум не останавливается на том, чтобы мне прислать схему с размерами и я вам посчитаю, ваш путливый ум хочет разобраться во всем самим или сам, как правильно будет сказать, вы здесь можете выбрать тот или иной тип профиля или нишу, в которой будет, или трек, например, врезной профиль. Вы можете, мы не будем сейчас переходить на английский, он, если кому-то итальянский, кому-то английский, и мы здесь можем выбрать тот или иной профиль, например, нам нужен вот такой врезной профиль со встроенным светодиодным модулем внутри. Мы его выбираем, выбираем, какой мы хотим профиль по размеру, хотим мы светодиодную, какие-то светодиоды, 3000 кельвин. Извините, у нас тут с интернетом небольшие трудности. И вот здесь нам фабрика предлагает сразу тот или иной комплект. Здесь он нам предлагает выбрать тот или иной драйвер в комплекте или не в комплекте. Дали или не дали. Например, мы берем драйвер в комплекте, но не дали и не микропризматический рассеиватель, а опаловый. Выбираем. Идем дальше. Он нам предлагает выбрать, какая у вас схема например будет на потолке. Мы выбираем например систему С. Просто обычный не это именно здесь второй столбик вертикальный у нас или нет. У нас все на потолке, не между стеной и потолком а все на потолке. Цвет белый. Окей. Здесь он нам предлагает выбрать размеры. Например у нас 2000 миллиметров средняя часть побольше. вот он нам прилагает максимально подходящие по длине. Например у нас 2000 больше, двух мы не можем, потому что у нас там все, стена, мы упираемся в стену, поэтому мы берем 1800. Второй размер мы выбираем, ну судя по всему он у нас больше, да, мы выбираем 4000 миллиметров. он нам сразу предлагает возможные варианты, ну вот 3950 мы соглашаемся, окей. И третий размер мы выбираем например 3000 миллиметров. Окей. Он нам предлагает варианты, мы берем 3054. и вот здесь мы сразу получаем готовую спецификацию. Если бы мы зашли как дилер, мы бы сразу получили еще и цену. У нас бы уже была готовая спецификация. То есть если вы не хотите это делать сами, не делайте, вы можете просто мне прислать размеры, выбрать профиль, какие-то недостающие вопросы, недостающие ответы, я задам вопросы, все скажу. И у нас получается вот такой профиль встроенный по потолку. Он думает, что мы хотим по периметру, это не важно, мы можем сделать по центру потолка врезной. И вот так он у нас будет светить направленным светом вниз, направленным рассеянным. И все конфигурации у нас есть. Драйвера в данном случае внутри профиля, заранее не нужно ничего продумывать, куда их прятать. В общем, такая вот, как я и говорил, открытость фабрики для работы со своими дилерами. Они вам и наличие готовы онлайн рассказать, и вы можете сразу с помощью конфигуратора посчитать любую комплектацию. В общем, вот такая вот история. И возвращаемся к каталогу, где мы остановились. То есть вот эти все профили и магнитные, и немагнитные все вы можете посчитать с помощью конфигуратора, если у вас есть такое желание научиться все это делать. Еще один тип профиля с рассеянным светом в сторону. Внизу вы видите примеры, как это используется, как крепится светильник, и свет может идти вниз в потолок, вдоль потолка. Соответственно, вот такое неожиданное решение, неожиданное профиль. То есть у вас с одной стороны будет опять же акцентный свет, с другой стороны рассеянный. Вот таким образом вы можете крепить. И еще один тип профиля. Два в параллель у нас идут источника света, профиль со светодиодным рассеивателем, с матовым рассеивателем и с акцентными прожекторами. То есть вот так это выглядит. Когда нам нужно совместить и акцентный свет по всей длине, бывают такие задачи, потому что все остальные предлагают прерывистость. Рассеянный акцентный, рассеянный акцентный. Здесь мы можем непрерывно делать рассеянный и, соответственно, добавлять акцентный в параллель. И еще одно решение этого магнитного профиля. Он спрятан в нишу. Если кто знает фабрику Macrolux не только сейчас, а еще ранее изучал или работал, вы знаете, что у них есть готовые черные ниши Zero System с нишей шириной 70 миллиметров и 140 миллиметров. И вот теперь появилась ниша шириной всего 35 миллиметров. Это как раз прямое использование в домашнем пространстве. То есть это именно у нас будет не профиль врезной, а именно ниша. Когда вы видите нишу и профиль, вы всегда ощущаете вот эту разницу. То есть ниша где-то в глубине, из глубины, из пустоты идет прожектор. Это какое-то магическое, совсем другое восприятие вот этой линии. Недаром поэтому очень популярны ниши, если вы откроете опять же те же интернет-журналы или печатные журналы, если не в каждом втором, то в каждом третьем проекте вы увидите вот эти черные ниши, из которых торчат прожектора. Вот пример 35-миллиметровой ниши на магнитных прожекторах, которые могут выступать, как в данном случае. Серия мини может быть out. Здесь вы видите, как они выступают, то есть такой прожектор на ножке или же прожектор без ножки и они полностью спрятаны. Но если вернуться здесь, вы видите, прожектор может поворачиваться на 90 градусов поперек профиля, то есть светить влево и вправо мы можем еще. Если серия in, то тогда мы можем поворачивать профиль только вдоль, вернее, прожектор только вдоль профиля. У нас в сторону направленности не будет, поэтому обращайте внимание. Конечно же, более функциональный это вариант, который out, который in, он все-таки более дизайнерский, более спрятанный, но мы в сторону не сможем сделать засветку. Также здесь история на магнитах легко меняется, то есть легко перенастраивается свет в зависимости от задачи. Еще один новый профиль, их в принципе здесь даже я бы сказал три, тут просто на этой заставке обратите внимание, как профиль внутри совода, то есть мы можем встроить профиль внутрь. так здесь закрываю, значит профили есть достаточно много было раньше, но фабрика одна из ведущих производителей, но уж в Италии точно, именно производители профилей, они сами это все делают, алюминиевые профили сами их как-то не льют, не штампуют, вылетел из головы, извините, производят и красят, вот здесь по цветам, значит стандартно практически все профили, которые накладные, то есть которые внешние, они, если мы говорим именно профили, в которых мы инсталируем светодиодную ленту или светодиодный профиль, то в них может быть три варианта цвета, это алюминиевый, алюминиевый это просто обработанный, он не крашеный, это родной алюминиевый цвет, они всегда по цене чуть ниже, или же это может быть профиль покрашенный в черный или в белый цвет, ралы указаны в конце каталога, если нужно даже цвет этого белого или черного по ралу, и вот здесь я сейчас чуть-чуть укрупню, в чем новинка, да, то есть двухсторонний профиль накладной, который толщиной всего 15,5 миллиметров и высотой 65 миллиметров, при этом у него направленность освещенности в две стороны, вы видите, да, сейчас крупно, размер этого профиля. Следующий вариант. субтитры да извините тут срочно меня вызывали люди которых нельзя называть по имени и значит еще одна новинка это круглый профиль мы тоже знаем что зачастую используется в проектах круглые такие светящиеся тубы и внутри них спрятана различная информация здесь вся техническое оснащение здесь профиль вы видите он всего три сантиметра в нем у него в нем встроен светодиодная лента но блок питания нужно сделать внешним он может быть спрятан за потолком может быть накладной ну действительно здесь такое новое прочтение профиля и в общем на него тоже уже были заказаны смотря то что новинка апрельская 2018 года значит смотрите по всем профилям а действительно там где инсталлируется внутрь различные модули они практически всегда есть готовые то есть вот здесь вот версия подвесной например готовый кит то есть сразу будет уже с блоком питания но вы выбираете только размер то есть длину профиля и у вас уже будет все в комплекте и светодиод и подвесы вот эти вот тросики и блок питания и провод то есть все 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 будет в комплекте если вы хотите сделать например 5 метровую длину то вы смотрите следующую странице и здесь выбираете профиль который может быть в комплекте со светодиодом это mr12 плюс пила плюс лет плюс или вариант mr12 плюс просто пила или просто профиль трехметровый и на месте уже пилить к нему вы отдельно за покупаете заглушки соединители которые являются одновременно креплением для потолка если у нас нужен накладной вариант тросики блоки питания которые могут быть врезные могут быть накладные накладные вы видите боксы внизу два варианта а также вы видите пример для врезного внутреннего монтажа монтажную коробку которая можно легко потом в нее установить блок питания и использовать как скрытый монтаж и таким образом вы можете собирать практически любой профиль который у нас представлен та же история с угловым то есть угловой накладной профиль буквально на прошлой неделе был проект где было большое количество а стыка стены и полочки сделанной из плитки и заказчик не понимал как ему сделать красиво стык этот и он хотел сделать там врезной именно врезной профиль угловой и я в общем двумя-тремя беседами как мне кажется убедил их сделать просто накладной профиль потому что размером вы видите он всего 25 миллиметров при этом он легко закрывает все недочеты работы плиточника ну или любого другого нашего кота специалиста на которых зачастую в том числе вы дизайнеры жалуетесь и вот это такое универсальное решение когда вы сомневаетесь в том или ином а стыке его можно закрыть просто таким вот аккуратным накладным угловым профилем если вы уверены в ваших сотрудниках или у вас не плитка чуть более простой вариант например гипсокартон вы можете использовать вот эти два варианта это врезные вот здесь чуть подробнее понятно как раз внешний или внутренний угол это может быть не обязательно потолок это может быть какие-то колонны или какие-то просто стены в нет внешне или внутренне оформлены с помощью профиля да вы видите достаточно такой острый металлический угол получается поэтому наверное вопрос про детскую для детской это не очень пригодна но при всем при этом до для какого-то дизайн пространство это очень интересный профиль тоже к нему большой интерес еще одна новинка ml50 это скругленный профиль с россии в мэм и отраженным светом одновременно его можно использовать как снизу как сверху как сбоку так как раз примеры использования у нас показаны внизу страницы и вы можете этот профиль использовать в любом направлении вы видите настенный напольный потолочный с одной стороны вы легко его монтируете с другой стороны он дает именно такую воздушность пространству при этом легко если он даже напольный легко убирается то есть вы с помощью тряпки или каких-то других предметов не будете касаться именно светодиода будете касаться только металлической части и ничего не нарушите то есть действительно такое интересное решение когда нужно создать такую воздушность и отрыв стены потолка пола от остальной части вот как раз примеры этого использования этого профиля в пространстве еще один еще одна новинка это новое прочтение встроенного светильника 45 ну просто вот одно из них то что мы уже смотрели в серии торч здесь именно вот эта вставка в которую мы инсталируем этот профиль для серии 45 здесь мы тоже можем ее заказать показаны примеры как это используется с другими профилями в россии это редко используется но в европе часто встроенный профиль в несущий потолок неважно он сделан из кирпича из какого-то монолита там нужно будет выштробить когда потолок нужна специальная монтажная рамка вот здесь этот профиль тоже есть пожалуйста смотрите если нужны такие задачи потому что очень редко есть у европейских производителей именно такое наполнение профиль действительно повторяю что у макролюкса вы найдете очень много разных вариантов типов профиля и ниш и ниш готовых с крышками и без крышек которые вы делаете из гипсокартона и еще одна важная новинка это два модуля именно модули это power led это не светодиоды это 30 сантиметровые модули из которых вы набираете до бесконечности оснащение внутрь профиля даже внутрь самого маленького 30 миллиметрового профиля вы видите сам вот этот вот модуль он имеет ширину всего 15 миллиметров но там то есть это принципиальное отличие все-таки от светодиодов и по долговечности и по сроку службы и по качеству светодиодов потому что здесь все-таки свет теплоотвод намного лучше реализован то есть это уже качественные power led и которые можно инсталлировать даже в наш небольшой профиль 30 миллиметровый как я говорю но здесь блок питания внешне то есть нам нужно будет продумать как мы крепим блок питания если у нас задача уже блок питания сделать нужно спрятанным то мы листаем на следующую страницу и здесь находим такие же светодиодные модули но уже со встроенным в профиль блоком питания вот здесь вы это видите для профиля шириной всего 50 миллиметров и с таким небольшим профилем у вас уже блок питания прячется внутрь комплекта уже идут с блоком питания вы видите 3000 кельвин 4000 кельвин или версия далее но которая тоже может быть с опции 4000 кельвин и здесь блок питания уже прячется внутрь профиля он может быть на готовый потолок уже у которого просто вывод 220 вольт вы можете легко установить этот модуль с профилем это еще один из примеров как фабрика идет вперед вперед ну дальше идут уже серийное производство подражектора стройки и так далее так далее я еще раз вас хочу попросить и предложить подписаться на наши аккаунты в инстаграме фейсбуке на ютюбе и там написать нам кодовое слово которое уже вам скоро скажу в конце нашей лекции когда вы на нам напишите в директ вы вы получите от меня дополнительную скидку на ваши заказы до конца марта плюс пять процентов на инстаграм архи studio нижнее подчеркивание су подписывайтесь и пишите нам в директ кодовое слово которое я скоро скажу значит по продукции я думаю что на сегодня достаточно давайте папа отвечаем да на вопросы которые так понимаю у нас накопились значит квадратные панели есть в конце каталога раздел офис они есть накладные они есть врезные есть совсем маленькие квадратики декоративные которые можно сказать как отдельная отдельная как отдельные светильники да так скажем накладные сейчас я пытаюсь вспомнить может быть они в семнадцатом году в каталоге если вы имеете ввиду про квадратики как в armstrong они тоже есть но они действительно у нас их но в общем они есть на сайте они есть в каталоге 2017 года их можно заказать если опять же да мы сегодня все-таки говорим не только макролюксе о нашем свете в принципе у нас есть еще одна фабрика но били но били италия спа у нее есть новинка восемнадцатого года как раз для армстронга квадраты с микропризматикой с повышенной светоотдачей с повышенным индексом цветопередачи до 90 с разными типами управления включения выключения 110 дали и с очень приятной ценой они сейчас очень хорошо стали продаваться по европе в россию пока нам трудно конечно именно в такие в общественные пространства войти но если нужно именно в armstrong то я бы рекомендовал скорее модули от нобеля италия если просто квадраты они есть у макролюкс в принципе они есть тоже и у нобеля но у макролюкс они такие более чуть благородные но их на посмотреть в каталоге 2017 года каталог 18 они часть продуктов убрали для того чтобы каталог был такой чуть менее громоздкий и для печати они в общем немножко экономили так пока мы не перешли к другим вопросам я вам хочу напомнить особенно тем кто нас слушает из москвы что у нас 7 февраля будет в доме архитектора на гранатном архишкола в 19 часов архишкола будет по новинкам двух выставок в париже и в кельне немножко о свете я вам тоже там расскажу там технического света будет ну можно сказать не будет но что-то я вам расскажу так какие у нас есть вопросы а я вот хотел немножко перебить тебя сказать может быть не все просто поняли куда вопросы задавать у нас здесь есть чат и в чате можно написать любой ваш вопрос мы отключаем просто всем звук чтобы не подслушивать ваши сторонние разговоры а вот в чате вопросы можно как раз и задать а значит что у нас был вопрос про дилерство значит мы с одной стороны не стремимся развить дилерскую сеть настолько чтобы макролюкс продавался так скажем в каждом доме при этом дилерство макролюкс получить достаточно просто нужно сделать нам совместный проект на фабрике на светильниках макролюкс этот проект в принципе не должен быть большим если это будет так скажем квартира 100 метров в которой будет основной частью технического света макролюкс то этого будет достаточно для того чтобы открыть вам дилерский аккаунт и получить все преференции по дилерству просто так фабрика не предоставляет пароль для входа если у вас именно есть интерес по наличию или по конфигуратору то есть конфигуратор вы можете смотреть без входа на сайт то есть преференции дилерство дают там то есть просто в этот спецификацию получите с прайсом или вы будете видеть наличие но так как у вас проекта нет то в общем и наличие вам пока не нужно если проекта нет но нужно наличие и возможно как раз это и станет первым проектом вы напишите мне или позвоните опять же как я сказал если по звонку то в режиме онлайн я вам могу сказать наличие того или иного светильника или же по письму я вам в течение нескольких часов точно уж отвечу если больше нет вопросов то я постепенно начинаю заканчивать и видимо сейчас вам буду говорить кодовое слово которое вы напишите вам нам в директ в инстаграме фейсбуке или вы ютюбе будучи подписанным да она тщательно проверит что вы подписаны в том или иной в той или иной соцсети на нас что я могу говорить да но это слово я сегодня неоднократно произносил что в общем логично потому что для технического света одним из важных критериев его оценки является освещенность и кодовое слово освещенность кто напишет это слово до конца марта будет получать дополнительную скидку плюс 5 процентов на заказы макролюкс так мы еще да но вот мы еще все равно напоминаем что у нас есть страницы фейсбуке архи студиум москву и в целом деле у нас есть просто архи студии у нас есть архи школа на гранатном и все кто из москвы сегодня нас слушали наши региональные любимые друзья если будет 7 февраля в москве пожалуйста к нам присоединяйтесь центральном доме архитектора в 7 вечера у нас будет архи школы посвящена новинкам с выставки в тюрьме у нас есть страницы youtube где не просто какие-то интересные красивые видео сняты с выставок каких-то презентаций а также и обучающие видео которые вы можете прослушать по любой нашей фабрике интересные видео можно найти и на нашем стае сайте архи studio точка слов да можно зайти в разделы любой фабрики ну например моя любимая фабрика карты вот мы отвлечемся сегодня немножко от макролюкси да здесь есть у нас с вами видеоматериал мы можем зайти в фабрику мессониха и также найти интересные видео обучающие и скачать каталоги в свободном доступе можно сайт архи студии по любой нашей фабрике тут и все мероприятия у нас с вами перечислены вот только что закончились выставка в кельне выставка в париже так ну что может быть еще какие то вопросы у нас есть нет я вижу люди уже все отключаются ну миссия выполнена кодовое слово получено поэтому мне кажется все запомнили кто не запомнил кодовое слово освещенность так будет ли запись вебинара и кто-то хочет просчет для экспозиции шоу ром здесь значит мой емейл александр собачка архи студию с у все зависит от сложности вашего пространства но в любом случае все расчеты происходят не более 2 3 дней поэтому посчитать естественно я вам помогу для этого мне нужны для начала хотя бы просто планы с размерами высота чистового потолка если есть расстановка уже мебели то тоже поможет потому что я тогда смогу вам порекомендовать тот или иной тип светильника если у вас расставлено уже светильники или вы выбрали или вы знаете что это будет встроенные светильники или трековые то тоже я вам подскажу помогу тем более для шоурума сейчас у нас действует акция по макролюкс помимо той который я сказал но сразу скажу это акции они не соединяются потому что мы сразу даем не то цену на прожектора рейси я вам уже персонально когда мы будем работать по проекту расскажу это вот как раз те прожектора мощные для ритейла у нас сейчас работа действует акция на них там сразу дается спец цена под проекты от 50 прожекторов поэтому я думаю что мы сможем вам сделать очень хорошее предложение для вашего шоурума так значит все отлично скинут мне запрос почту вы мою видите можно ли повесить на трек да на люкс свет макролюкс значит здесь принципиально не производитель а принципиально тип трека если мы говорим стандартный прожектор на трехфазные евро трек которые у нас все Macrolux за исключением магнитных, то соответственно и у Доналюкса должен быть трехфазный евротрек. Если у Доналюкса трехфазный евротрек, то на него прожектор Macrolux для евротрека подойдет. То есть все те прожектора, которые не для магнитного трека, они все подойдут. Значит, эфир, я думаю, что Анна вам пришлет ссылку, а может быть даже мы выложим на наш YouTube-канал. Выложим на наш YouTube-канал. Анна мне подтверждает, что она со мной поделится этим, этой записью. Еще раз напоминаю. Instagram, Facebook, кодовое слово, освещенность. И получаем дополнительную скидку 5% от Александра Савельева. Александр Собачка, архи-студия.св. У нас все коллеги не собираются. Видимо, хотят, чтобы начали работать и другую заниматься. Поэтому со всеми прощаемся. Со всеми прощаемся. Но не говорим прощай, говорим до свидания. Я всегда рад этим встречам. Меня очень редко подпускают к вебинарам. Я сокрушаюсь, но надеюсь, ваш отклик для Анны будет массивным, ценным. Вы все подпишетесь, и она меня еще раз допустит. В следующий раз. Всем до свидания. Подожди, еще не все. Еще не все? Да, а вот теперь... Сейчас. Немножко еще, кто не успел отключиться, если можно, напишите нам, пожалуйста, в чате, из какой вы были компании, если можно, ваши имейлы, чтобы мы сразу отправили еще какую-то дополнительную полезную информацию. Потому что, когда у нас с вами айфон, айфон или айпад, мы не всех, к сожалению, можем определить, кто это с нами сегодня был. Не всех можем определить. Да, поэтому пришлите нам, пожалуйста, ваши имейлы. Будем благодарить. Здесь есть вопрос по поводу Доналюкс. Мне трудно говорить про другие фабрики, про другого производителя. Но именно про этого производителя я скажу конкретно, мы немножко обтекаем. Очень рекомендую вам использовать европейский технический свет. Вот, правда, в каждом европейском, у каждого европейского производителя есть недорогая коллекция. Лучше использовать недорогую коллекцию, никаких там магнитных треков, еще просто обычные треки, но европейские. Они не будут у вас взрываться, загораться, ломаться в течение первых полугода или года. Ну вот, в общем, наверное, вы поняли мой ответ про Доналюкс. Что? Спасибо, я вижу, вы отвечаете в ваши e-mail, в ваше название компании. Анна со всеми свяжется? Да, мы... Давай я вот так вот сделаю, сейчас секундочку. А, у меня все слышно, да. Мы сегодня-завтра сделаем новую рассылочку с нашим новым вебинаром. Решили провести его по фабрике Какора. Это у нас ночные зоны, корпусные мобили, тумбы, кровати, комоды. Будем рады, если вы к нам присоединитесь. Саша вот затронул сегодня тему освещения в гардеробных. Мы продолжим тему гардеробных в этот четверг. В 11.00, как обычно, по Москве. Ждем вас в зоне. Все. Всем до свидания. Спасибо огромное. Спасибо.